МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Виноменщине на нашем канале у студии Сергея Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Жнево набирая обороты в паутневых районах в области, уборочная наближается до экватора. Практически закончили уборку зимой третикали вчера. И приступили к уборке ячменя. Катерина Сурма вернулась из хлебных палетков. Корыстная для здоровья и властная кошелька. За первые месяцы лета на Минщине у насельництва закуплено больше за 400 тонн шарницов. Мы заготавливаем практически все овощи, начиная от обычных овощей. Работаем многогранно. Жанчина от Бога. В Держинском районе добрым словом и молитвой. Ушиновали святую блаженную Валентину Минскую. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Женево набирая обороты, в поводневых районах в области уборочная кампания наближается до экватора. Среди лидеров по Молотине, Свийске, Минске и Держинске районы. Тут урожайность складывается около полсотни центра с гектара. Активно працуя на Огульной Карабае из Стародорожчина, хлебороб региона убрали около 40% сбожа. Найбольшую урожайность у господарцев-пастовичей. Калипосприя и надворье, Женево на Стародорожчине скончится на початку женивня. Катерина Сурма вернулась с хлебных палетков. Иван Лявоненко и Станислав Курочкин молоды комбайнерский экипаж, але уже сярод передовеку господарки. Ещё крыху поднатиснуть и будуть улику первых тысячников стародорожчины. Але комбайнеры змагаются не за славу, за урожай. Лепший и богатейший, чем летось. Хлеб, говорится, наш не ждёт с рейд. И мы стараемся его убрать в уровне у срок. В том году были первые места в районе молодёжи. Сейчас тоже стараемся занять первое. Не отстаём. Уборочная кампания на Стародорожчине едзе полным ходом. Уж него уключилися у всех господарки района. Продприемство «Пастовичи» першим переодолило мяжу тысячного намолоту. Зараз в сумасовых сковищах уже больше за три тысячи тонн сборжа. А гэта амаль полова урожаю. Практически закончили уборку зимой третикалия вчера и приступили к уборке ячменя. У нас в этом году сложилось так, что уборочные площади зерновых побольше, чем в прошлом году. Ну и раньше пришлось начать уборку. А так погодные условия, видите, сами меняются. Стараемся выхватить каждый день. Не глядячи на то, и что небесная канцелярия час от часу диктует свои правила и дожди перепыняют працу, хлеборобы упэлнены. Доброму караваю всё лето – быть. В оси у пастовича хрыхтуются собрать на тонну сборжа больше, чем летось. Каб собранный урожаю заховывался належным чином и не гублял своих якостей, у господарка набыла новую зернесушилку. Обсталявание смещают два раза больше сборжа. Тому хлеб не ляжет на открытом поветре, а хутенько тропляя у сковища. Убрали пока третикали на площади 780 гектаров. Ну и получили 3050 тонн уже готового зерна. Всё равно всё доработанное, высушенное. 7 комбайна у нас порядка 5% в день убираем. За всякий хлеборобы у господарки пастовичи пополняются худкими темпами. Урожайность досягая амаль 40 сантиметров в гектара. За уборкой хлеба будущего не забывают и про хлеб надзённый. Капограры не губляли сил импы, а то для плиты завихаются кухары. Готуют смачный обед и вечеру. Сегодня, например, у нас на первое мы приготовили гороховый суп. На второе у нас сегодня гарнир. Гарнир и гуляш с подливой. На третье компот и булочки. Также даём свежие овощи. Это огурцы, помидоры. Стародорожная наближается до экватора уборочной компании. Хлеборобы района отправили у сковищу и коля 40% урожаю. Коли не подведя на двор, ежневоуры её не плануют скончить на початку жнивня. Катерина Сурума, Максим Сосокевич, Минщина. Корыстная для здоровья и уластная кошелька. За первые месяцы лета на Минщине у населёнства закуплено больше за 400 тонн шарниц. У планах на рыхтовщиков в этом сезоне значится личба 750 тонн. Не глядяши на прогнозы, у спажи в Союзе в области не бачить перешкод, как план по сбору ягоды первой выконыть. У большинства своей шарницы идут на экспорт. Это одна из самых запотребованных замяжён ягод среди постоянных покупников и Академии наук Китая. Наукодцы с Поднебесной с года в год выкористовывают чёрное золото белорусских лесов в своих доследованиях. Уникальные властивости шарницы дально подходят для выработки гипоаллергенной косметики. Традиционный шмат Беларусь поставляет на российский рынок. При этом не только ягоды. Крыстаются опытом так само садовина и Гароднина. Мы традиционно каждый год поставляли картофель и овощи в Российскую Федерацию. В этом году, получается, несколько уменьшился объём из-за того, что у них свой большой урожай. Эти санкции застали производители в России выращивать собственную продукцию. Если брать объём экспорта, он увеличивается. Но он увеличивается за счёт других видов. Мы заготавливаем практически все овощи, начиная от обычных овощей, это картофель, ранний капуста. Большой объём сейчас заготавливается огурцов, томаты. Работа многогранна. Зорная молодь. Лепшие вучни Пуховщины трапили на районную дожку гонору. Выдатники вучовы, медалисты, переможцы олимпиад и конкурсов, волонтёры и активисты. Гонор не только батьков и наставников, а левсих же хоров. До речи такой традиции в районе уже третий год, а портреты лепших юнаков и девочек в центре города становятся прикладом для подрастающего поколения. Про тех, кто достигнул первых дорослых успехов в жизни. Наш репортаж. Фотография выпускницы Марии Нагорской гимназии Катерины Груши худко з'явится на студентском билете. Девчина поступила в Институт журналистики БДУ. Студентами стали большесть хлопцев и девчат, занященных на районную дожку гонору. Семеро медалистов, переможцы областных и республиканских олимпиад. Одним словом, соправданная молодёжная элита. Я ещё, наверное, не ощутила и не поняла, приятно или нет. Но, конечно, когда прохожу по городу, то какая-то гордость всё-таки берёт. Дожка гонору для школьников, повышу с будинком районной газеты. Именно витатут Катярына робила, как кажуть, первую спробу пера. Будешь учиться, не забывай нас. У нас тут очень много интересных тем, поэтому приходи, будем ждать твоих репортажей. Кстати, со студенческой жизни. Сучасная специальность веб-журналистика, на которую поступила Катя, даёт омаль стопроцентную гаранту первого працонного места у районцы. Газета – соправдная кузня молодых творцев. У нас на протягу многих годов працует Клуб юных журналистов. Так активно працуем с выпускниками школ. Были такие годы, когда одночасово пятёр наших выпускников становились студентами факультета журналистики, теперь института журналистики. Вот парта моя, 7 лет за ней провела школьных. Даже как-то, не знаю, скучаю, наверное, уже. Тем часом Катярина спешается поделиться приемной новиной со своим классным керовником. Да, Светлана Ивановна, якая была побычу все 11 год, прошла не с пустыми руками. Первый раз вижу этот альбом. Ага! Какой альбом! Всё-таки не зря мы устроили этот альбом. Весь городок уйдет. Мы устроили небольшую тут у нас войнушку вот с использованием вот этих красок. Сначала так осторожно, думали, классного руководителя, может, не надо бомбить. А я им строила атаку. И вот в итоге, посмотрите, что получилось, все счастливы. Выпускный фото-альбом на зауседы покинял память и яскравые моменты детинства. Зрешты классных и равник свою выпускницу докладно не забудем. Она сразу пришла в пятый класс, а я классный руководитель с пятого класса, звездой. Она себя так позиционировала и так ощущала. Ну, в хорошем смысле этого слова. И вы знаете, самое приятное, что она этот статус ненавязчиво всегда подтверждала. Дипломы и узнагороды на девчонку сыпались и еще с третьего класса. Однако мать и Катерины упевнена. Успех дачки – праца коллективная. Такой тандем гимназии, учителей, самого ребенка, который старался все эти 11 лет, ну, конечно, и родителей, дают свои результаты. Успехи своего ребенка видеть, это всегда очень приятно, торжественно, и это большая гордость. Выдатница в учебе и энерджайзер, активистка, хореограф, у девчины шмат талента спиняться у креативности Катерина не избирается. Как сделать яскравым и студентское життем. Виктория Свирская, Сергей Манько, Александр Бутрым, Минщина. В Доржинском районе добрым словом и молитвы ушановали святую блаженную Варянтину Минскую. Урочистости у храма Аграгородка Станькова означали у митрополит Минский Заславский Павел, патриаршик за Архусяе Беларуси. В храме на могиле Матухны Валентины провели литургию с нагода и десяти годзи Дня Прославления Святой. Сотни верников из усих кутков в Беларуси пришли ушиновать память блаженной Валентины, которая допомогала молитвой усим, кто да и свертался и столяло от хвороб. Сама прошедшая множество выпробований, связанных с гонениями на церкву, и она не изменила веры у Бога. Все не у храма и на вязковой могилке, где похова на Валентина Минская поток паломников не спыняется. Люди верят святая Валентина, не дмовляя у Допомозе и Прос 50 годов после своей смерти. Была история, приезжала к нам в храм женщина, которая очень долго, у них не было детей в семье. И она приезжала к нам в храм и купила у нас мой поясочек, освященный на молебне на могилке у матушки. И спустя, не знаю, может быть, спустя сколько-то лет она приехала в храм с тремя детьми. Она все время говорила, что даже после моей смерти приходите ко мне на могилку, я буду слушать вас и молиться за вас уже наверху. Я перенесла онкологию в четвертой стадии 10 лет назад. Ходила на кладбище, молила, просила, что хожу по одним следам с тобой, пью одну водичку. Я уже живу 11 лет. Все, что происходит в этом мире, надо принимать с достоинством, с блаженством и подавать пример нашей молодежи. Мои внучата все ходят туда, дети. Всем здоровья, исцеления, любви, доброты, мира и побольше ценить, уважать и любить друг друга. Возлюбим других, возлюбят и нас. Репортажи эфирной виды и у всех программ «Любычас» доступны на сайте ctv.by и на YouTube-канале «Столичного Теребачения». Заходьте, глядите, подписывайтесь. А на этом у меня все. Доброго вам настрою. До встречи.